добрый день дорогие друзья сегодня хотелось бы записать видео вот по какой теме по теме власти одно из моих прошлых видео было по поводу власти по поводу по той теме почему она так неустойчива вот в россии иностранных постсоветского пространства почему так подвержена всякого рода переворотом майданом там и прочим вещам мне придется сделать небольшой экскурс в историю ну для того чтобы объяснить свою позицию и то как я вижу то есть свое субъективное менее высказать на то как она должна быть устроена чтобы она была а устойчива и б эффективная ведь майдан ради майдана ну я лично видел в своей жизни не раз два как минимум движуха ради движухи тоже довольно странное занятие любая как сказать деятельность должна преследовать некую цель и эта цель должна быть созидательная для всех по крайней мере для большей части граждан сообщества любого будь то государство или там не не знаю компания какая-то или просто там семья в конечном итоге в общем начну с истории мне как астину с детства знаком такой набор преданий который называется у нас нардский эпос нардский эпос это осколок очень древнего мировоззрения свойственно вообще наверное всем индоевропейским народом в том или в другом виде там сюжет на эти линии можно найти там в каких-то персидских эпосах в индийских ветрах кто этим глубоко занимался он прекрасно понимает что эта часть точнее наследие некого единого культурного исторического пространства в том числе помимо там разных вещей в том числе там описывают структуру общества которая была тогда и общество состояло из трех родов так это называлось это три рода были первый род был алла гата это жрецы люди знания второй род был ахшартагата это были войны третий род это были бората но это труженики там не знаю по современному можно сказать бизнесмены то есть люди которые производят материальные ценности в индийской системе эта вся история сохранилась в виде кастовой системы как это получилось там двух словах скажу насколько это вот историки мне говорили когда я выйди в той же был что арийские народы когда началось похолодание начали спускаться вниз но с восточной сибири с россии его туда кочевать и ареал распространения пошел по двум направлениям один в индии в рам а другой как бы вот через центральную азию на кавказ и в европу и вот в индию в частности когда пришли эти теорийские племена они туда принесли свою религию и свое мироустройство вот эту вот систему трех кастовую систему их общество они сюда привить принесли ее покорили местные народы местные народу не все стали вне кастовым обществом там шудры но это все очень грубо там разделение везде в этих барнах есть ну вот так совсем уже примерно чтобы вы понимали то есть аллогат соответствует брахманам ахшартагата это соответствует кшатриям а борат это соответствует вайшам но одно но индийская система кастовая это считалось уже деградация риска общества была вот этого индоевропейского и там стала кастема то есть ты родился в кой касте ты в ней всю жизнь как бы и живешь в лучшем случае мог дочку выдать за представителя другой более высокой касты но это если повезет семье да а так замкнутые были эти границы и самое главное что человек становился членом или другой или одной или другой касты уже по рождению то есть родился с тебя был отец кшатри ты будешь шатри и все замутая система у нас в осетии все было совсем по-другому то есть у нас осталось наверное только как это было изначально я предполагаю в год когда ребенку исполнялся год проводили определенный обряд ритуал который проводят посетить до сих пор и любого стена спросите он вам скажет просто суть его многие забыли этот таблет называется касс во время этого касса когда ребенку исполнялся один год ну почему год я думаю вы тоже понимаете почему год потому что в год маленький человек он еще не знает даже что он мальчик или девочка там кто он вообще он на себе ничего не знают они никакой идентификации нет даже еще разговаривать не умеет и в этот год проводился ритуал там молитвы определенные возносили жертвоприношение делалось и перед ребенком ставились три предмета и обращались как бы к всевышнему что вот он показал кто пришел в их семью ну кто этот ребенок он воин он жрец он там труженик будет там кто он будет бизнесмен ребенок показал ребенок выбирая один из предметов как бы обозначал кем он пришел сюда какое предназначение он несет в своей жизни это в ряд проводят сейчас но и очень сильно извратили там может не три предмета там не знаю там 20 30 всякую чепуху ерунду там телефоны какие-то я не знаю там деньги все что угодно ложат то есть суть извратили но обряд дошел до наших дней те кто проводит его правильно они понимают что вот ребенок пришел вот он например будущий там не знаю брахма да ну брахман что такое гуманитарий то есть он будет медиком он будет гуманитарий в этом направлении ему комфортно развиваться если он жрец соответственно то и надо будет отдавать его в соответствующие учебные заведения много выводов следует из этого из первого точки отсчета в виде какса если он воин соответственно один путь если он там труженик соответственно другой и что происходило дальше и в шесть лет когда ребенку исполнялось его соответственно отдавали к родственникам например если вот я мой бората да у нас родился ребенок а на кахсе он меч выбрал но мы же не можем воспитать воина потому что мы вот умеем землю пахать скот пасти я не знаю там торговать умеем но воевать не умеем и соответственно ребенка отдавали в шесть-семь лет его отдавали в другую семью родственникам там еще кому-то но в другую семью к воинам отдавали он там уже воспитывался примерно та же система существует например дальше в учебных заведениях в тех же британских не тоже то удивительно было когда я узнал что ребенка именно в шесть-семь лет отдают как бы соответственно обучаться не знаю проводит ли там ках с детям но то что отдают это факт потому считается что воспитание это отдельная специализация вообще человеческой жизни и не каждый человек еще способен быть как бы вот воспитателем до воспитать полноценного гражданина воина там или кого-то бизнесмена но это так отступление и вот эта система была устроена так если говорить в общих чертах то вот эти бората это же надо сужать до того что это там не знаю земледельцы или торговцы нет это люди которые создают материальные ценности в любом их проявлении виде они являются буржуазии там не знаю пролетариатом землю они пашут колхозниками являются там фермерами кем угодно они создают материальные блага этого мира все материальные блага вот все что материального создано все создана бората это был отдельный работ ахшартагата это войны считалось что вот они должны заниматься войной защищать свой народ и они лучшие правители считалось что править должны они до сих пор так в индии тоже осталось что править должны кшатрии почему потому что вот у них есть некое благородство у них есть дух опять же речь идет не просто там о людях которые ходят в погонах а тех людях которые при этом еще могут сказать честь имею потому что далеко не каждый человек в погонах в наше время можно сказать честь имею, то есть иметь некое благородство, некий дух в себе внутри нести. Эти люди являлись лучшими проявителями. Аллагата это были люди трактовавшие волю неба, если так красиво выразится, то есть это люди стяжавшие дух, если это там они какие-то в такие уже тонкие сферы подавались, либо люди которые занимались медициной, врачевали, гуманитариями были, занимались воспитанием подрастающего поколения, преподавателями и вот до сих пор у нас в воры существуют гуманитарные, технические и военные. То есть система эта никуда не делась, она существует везде, повсеместно, если вот так смотреться, то по большому счету так или иначе она существует и дошла до наших дней. И вот смотрите в чем проблема получается. Вот самая страшная вещь жизни, когда человек не исполняет свое предназначение. Ну например, родился вот он на Кахсе, он бы выбрал меч, грубо говоря, воин родился в семье, а родители у него врачи. И вот он в семье врачей родился, воин. И они вместо того, чтобы подать военное училище, не знаю там, куда-нибудь ФСБ, в полицию, куда угодно, служить. Он служить хочет, защищать там, воевать, вот такие вещи хочет. А его отдают там в медицинский. Понимаете? Он не хочет людей лечить, он хочет их убивать. Вот у таких врачей будут пациенты умирать очень часто. И такой человек будет чувствовать себя несчастным. Он будет много пить и как бы проклинать свою судьбу. Почему? Потому что не исполняет свое предназначение. Понимаете? Вот у каждого человека как бы есть предрасположенность. И чем раньше ее распознаешь, тем раньше можно человека поставить на его жизненный путь верно. То есть это как бы разные виды спорта эти люди будут заниматься. Это разными там навыки получать. Им будут нравятся разные вещи. И вот когда эта система работает, тогда общество устойчиво. Вы понимаете? Тут еще один момент очень важный. Что нельзя думать, вот как это существует, что есть верхние там касты, нижние касты. Это все неправильно. Эту иерархию ложную ввели уже гораздо позже. И это из других культур. Иерархии пришли к нам из этих всех египетских историй. С этими пирамидами власти, иерархичностью. Это все оттуда. Здесь существовал круглый стол. То есть люди всегда собирались на совет. Никто из них не был выше, никто из них не был ниже. Просто каждый отвечал за свой род деятельности. Ахшартагаты отвечали за свое, Бурата за свое, Аллагата за свое. И считалось, что объективное принятие решений может быть только втроем. То есть три человека минимум нужны для объективного принятия решений. Потому что вот любое решение в жизни, даже если мы будем принимать, да, я, но я же не во всех сферах жизни разбираюсь. Ну там, я не разбираюсь в сельском хозяйстве, в бизнесе, в других вещах. Или не разбираюсь в военном деле, в обороне, в безопасности. Для того, чтобы принимать объективное решение, любое правление строится на три. То есть должно быть три человека. Из разных вот этих вот типов строев психики, я бы так сказал, да. Как у нас написали в Нарском эпосе три рода. И на Нахаши, когда собирались на совете, вот собирались представители этих всех родов. И каждый имел свое слово. И в каждом роду был старший. И этот старший как бы назывался как? Асы их звали. Старший уважаемый, старый уважаемый человек. Они собирались и обсуждали какие-то темы. И тогда общество гармонично существовало. И работало. Вот например, даже сейчас в Великобритании, которую часто люблю приводить в пример, ну как одно из самых устойчивых обществ. Кто бы что ни говорил, там с 1702 года там ничего не меняется. Власть неизмена. Вот там, например, все силовики, эти кшатрии, воины, они присягают присягу, дают кому? Короне дают, королеве. А вот эти бурата ихние, которые в парламенте сидят во главе премьер-министра, премьер-министр это главный бурата в Британии. Они дают присягу народу. Они служат народу, они создают материальные ценности. А власть, как таковая, как меч, она находится в руках королевы. Она главная из-за Ахшартагата. Но! И она же главная среди духовной власти. Потому что главой англиканской церкви считается Елизавета II. То есть две ветви. То есть она как бы считается старшей в двух родах. И у воинов, и у этих жрецов Аллагата. Ну нельзя, конечно, буквально сводить там церковь к жрецам. Это не очень корректное сравнение, я понимаю. Но это как бы два направления. И она возглавляет оба их. Понимаете? То есть поэтому там система устойчива. Потому что каждый занят своим делом. И вот в нашей истории вот эту схему всегда нужно понимать. Вот почему. Вот недавно тоже смотрел в интернете дискуссию. Там опять по поводу пролетариата и буржуазии. Кто там у кого там отбирает больше прибывочной стоимости. Я сам очень глубоко погружен в эту всю марксистскую тематику. Но в какой-то момент я понял, что это все бодалово внутри одного рода. Это одни бурата тягаются с другими. Бурата. Понимаете? Одни бурата просто более умные, более как-то вот, не знаю, способные. У них какие-то там организаторские возможности есть. И они становятся буржуазией. И они отчуждают прибавочную стоимость. То есть основную долю прибыли у других бурата. То есть они все вместе сообща создают некий материальный продукт. Но одни забирают большую часть, а другим отдают меньшую часть. Но это спор внутри бурата. Акшартагата не участвуют, воины не участвуют в этом производстве. Алагата вообще этим не занимаются. Они там дух сижают, или там лечат кого-то, или еще что-то делают. Книги пишут, философские трактаты. Они тоже никак не участвуют в материальном производстве. Назвать их буржуазией или пролетариатом очень сложно. Но как можно философа или писателя назвать буржуазией? Смешно же, правда ведь? И нас вот сводят к тому, что все общество должно состоять из этих бурата. Что ты либо буржуазия, либо ты пролетарий. Другого у тебя выбора нет. Понимаете? И в этом-то беда. А кстати, им еще соответствуют цвета. Если брать остинский флаг, это вот... Вот это и есть система общества. Где белый, это цвет алагата, был жрецов. Причем это цвета с незапамятных времен. Это не сейчас появились или были придуманы. Красный, это цвет воинов. И желтый, это цвет людей, создающих материальные блага. Цвет бурата. Желтый, золотой. Это цвет бурата. Но в нашем обществе сейчас делались так, что этих алагата вообще нет. То есть у нас этот флаг как бы перевернут. Наверху оказались бурата. Под ними ахшартагата, воины. Которые вместо того, чтобы этих бурата как-то контролировать, держать в руках и быть мечом, занесенным над их шеей постоянно, чтобы они воду не баламутили. Они вот стали их охранниками. И обслуживают их какие-то частные интересы, да? По сути охранниками стали у бурата. А этих алагата вообще нет. И поэтому наше общество деградирует. Не потому, что цены на нефть или газ упали, а именно поэтому. Ведь смыслы генерируют эти жрецы. То есть люди духа, не знаю, гуманитарии, как угодно назовите их. Я буду называть алагата, мне это привычно. Они должны генерировать смыслы, они пишут книги, они снимают художественные кинофильмы, формируют образ будущего. Образ будущего могут придумать только они. Потому что у них длинный горизонт планирования. Я извиняюсь, что вот просто такая длинная преамбула. Просто надо подробно об этом всем говорить уже, понимаете? Это даже видно по календарю. В Осетии часто происходят дискуссии из-за календаря. Ну вот спорят, такой календарь правильный, астинский, традиционных праздников, такой неправильный. Этот в том селе правильный, в этом неправильный. Дискуссия просто до драки доходит. Не хотят люди понять одну принципиальную вещь в этой всей истории. У нас календарь, календарь Бурата, понимаете? Это календарь сельскохозяйственных циклов. Когда мне человек говорит, что у меня правильный календарь, а у них неправильный. Я говорю, а почему у тебя правильный? Я говорю, это вот календарь, моя бабушка по нему жила. Я говорю, бабушка где по нему жила? Ну вот называет он село, это 2400 метров над уровнем моря. Я говорю, замечательно. А тот, с кем ты дискутируешь, он говорит, где жил? Он говорит, там на равнине жил. Я говорю, ну так, как ты считаешь? Вот там пшеница в разный срок же созревает и у вас, и либо в горах в разный. А там трава, ассисинокос. Это сельскохозяйственный календарь. Правильно? Правильно. То есть ты прав, и он прав. Потому что календарь у вас боратовский. Вы мыслите категориями одного года, одного сельскохозяйственного цикла. У вас нет стратегического планирования. Ну, не думаю, это не так далеко. От посевной до уборочной, от уборочной до посевной. Все вокруг замкнулся. Это мышление такое. И поэтому, когда говорят, что живут одним днем. Не одним днем, а одним годом они живут. Поэтому главное получить прибыль здесь и сейчас. Все остальное ерунда. Это психология, их менталитет. Понимаете? Они такими родились. Это неисправимо. А к Шартагата воины живут категориями поколений. Ну, потому что вот родилось поколение. И они понимают, что надо воспитать мальчиков для будущей войны. Или для обороны государства. Или для чего. То есть воспитать поколение им нужно. Здоровое, какое-то боеспособное поколение. Вот они мыслят категориями поколения. А вот о лагатах мыслят категориями столетий и тысячелетий. Я этому человеку, с которым у меня была дискуссия по поводу астинского календаря, говорю, ты знаешь, вот календарь ума, я был у их жрецов, мы знаем, знаменитый. Ты знаешь, что он календарь на 24 тысячи лет. То есть календарь на 24 тысячи лет. Кто в нашем обществе мыслят такими длинными сраками? Но даже китайские календари, они на сотни лет. Там вот тех же евреев, да, иудеев. У них же там план Соломона на несколько тысяч лет. Который вот сейчас к концу, уже завершающую фазу происходит. То есть там трехтысячелетний. Они, понимаете, если у вас короткий календарь, то, соответственно, у вас такое же самое короткое мышление. Я говорю, вот с этим товарищем дискутировал по поводу календаря. А вот говорю, календарь, например, федеральный, российский. Я говорю, там что-нибудь... Вот в Астинском все там про сенокосы, про уборочные. Вот там все с этим связано. Я говорю, а вот в этом федеральном что там? Ну, что там основные какие праздники? День какой-нибудь ВДВ, День Победы, День Пограничника, Таможенника. То есть все праздники воинов, Ахашартагата. Памятные даты. Празднуют памятные даты. Победы, какие-нибудь там проигрыши. Начало войны, там у нас скорбная дата Второй мировой. Ну, то есть это их календарь. Но тоже без особо длинного горизонта планирования. И вот беда России и всего постсоветского пространства заключается в том, что вот этих Аллагата здесь нет. Ну, по крайней мере, в мейнстриме. Нет людей с длинным горизонтом планирования. Их нет в мейнстриме. То есть эти люди там с философским, гуманитарным, может, с какими-то духовным образованием. Я не знаю, но их нет. Вы где-нибудь слышали у нас разговоры там о том, какая будет Россия через сто лет? Нет. Даже пятилетками перестали мерить. А почему? Потому что вот эти бората, они же не только в Осетии к власти пришли. Они и в России к власти пришли. И вот сейчас борьба идет как бы между этими Буратами и между этими Ахшартагатами. Даже за власть внутриэлитная. Эти же башни Кремля, это же о чем? Одни там бизнесменские башни, одни там воины, спецслужбисты. Но они борются. Но где среди них люди, которые дух стяжают и которые трактуют волю неба? Не может такого быть, чтобы их не было. Они же рождаются. Рождаются всегда одинаковое количество людей. А чего значит нет? Нет системы подготовки этих кадров. Нет системы выявления этих детей. И давания им необходимого образования, необходимых навыков. Чтобы они из потенциальных Ахлагатов становились настоящими. Жрецами, воинами духа. Этого нет. И в этом основная проблема. И этого нет у нас. У любой державы, которая считает себя по-настоящему глобальной. У которой есть глобальный проект. У них они есть. Они есть в Китае. Они есть в Израиле. Как там нет жрецов? Израиль поделен на три части. Треть молится, треть воюет, а треть работает на производстве. У них четкая вот такая вот система, которую я сказал. В Китае то же самое. Когда говорят Коммунистическая партия Китая. Коммунистическая партия Китая это периферия процесса. А в ядре это что? В ядре это даосские ордена. Скажете, что это не так, это так. Это конфуцианская этика. Внешнее кольцо для вот этих буратов, пролетариев, тире бизнесменов. Это вот марксизм. Более узкое кольцо. Это конфуцианская этика. А в середине всего этого даоссизм находится. Устойчивая система. У них и в парламенте три фракции. Вы же знаете, я надеюсь, да? Там есть националисты. Их цвет желтый. Там есть эти военные кланы. Их цвет красный. Есть либералы, бизнесмены. Как их угодно назови. Их называют еще комсомольцы. Ориентированные на запад. Их цвет синий. Ничего нигде не меняется. Про Британию я там говорить даже не буду. Там система подготовки кадров, я думаю, лучшая в мире. Аналогичная у Ватикана. Ордена, которой каждый занимается своим. Орден иезуитов занимается воспитанием, образованием. Орден там мальтийский. Окормляет всех этих военных разных. Опус-дэй бизнесменов. То есть система эта работает в любое, как сказать, крупное. Даже не государственное образование. В Ватикане же тоже, в принципе, государство. Которое в любой системе, которая мыслит себя далеко в будущее. У которой есть свой глобальный проект. И для того, чтобы реализовать глобальные проекты, нужны люди с определенным типом мышления. С глобальным типом мышления. С типом мышления, который, как бы, идет за горизонт. Понимаете? И в этом идеальном обществе, ну как в идеальном, таким, какое оно должно быть, стратегию определяют эти аллогаты. Куда идти? Организовывают и ведут, и направляют. И как бы руками и сердцем являются воины. Шартагата. Они должны быть руководители. А материальные блага создают эти бурат. Но этих бурат вот так вот, в железном кулаке, нужно держать. Потому что они очень часто впадают в крайности. И как бы у них почему-то есть мнение, что все решается за деньги. И деньги это главное. И вот эти материальные ценности это главное. Есть у них такое мнение. Понимаете? Если они в этом мнении уходят далеко, они просто у какой-то материализм падают. Очень такой вульгарный. И общество деградирует. Если вы возьмете индийские веды, там описано, например, как деградация происходила вообще в этих арийских племенах. Буратих, брахманы переставали слышать волю неба. Они переставали услышать. Когда эти воины, кшатри понимали это, они переставали их слушать. И тогда вот эти вайши понимали, чтобы их время пришло. Они натравливали кшатриев на брахманов. Кшатрии убивали этих брахманов. А потом эти торгаши ссорили друг с другом этих кшатриев. Те друг друга убивали. И на втором и конечном итоге власть брали торговцы. Вот эти бизнесмены. В кедах. И после этого за короткое время за одно поколение происходило уничтожение империи. То есть как только торговцы берут власть, это все. Это смерть государства, либо империи в одном поколении. То же самое произошло с Византией. То же самое происходило там в Персии, везде. То есть на последней фазе деградации общества власть берут торговцы. То же произошло в советском обществе. Если вы помните, на последней фазе его взяли торговцы. И революция 91-го года это контрреволюция, переворот, совершенный этими вратами, торгашами. Если вы помните, в 90-х годах нами правили банкиры. Так и называлось это, семибанкирщина. Да? И вот поэтому деградация, деградация, это продолжается. Вот. И поэтому, когда вы все это упрощаете, давайте проведем выборы честные в парламент. Это честные выборы среди Бурата. Поймите. То есть в одном из родов. Вот я же сейчас к Астинам обращаюсь. Вы меня упрекаете в том, что я как-то недемократичен. Вот то, что вы говорите, выборы, это у нас же нынешние парламенты, это выборы Бурата. Буратов из Буратов для Буратов. Для решения их задач. Вы же начальника ФСБ не собираетесь выбирать на открытом голосовании, я думаю, да? Не собираетесь. А власть в регионе, то есть меч, это у него в руках. У командующего там армии 58-й, или у начальника, у министра МВД, у начальника Следственного комитета, у них же как бы меч. Они являются этими воинами, акшартагатами на нашей территории. А аллогатов нет. Их уничтожили. Дали полную эту власть Буратам. Для Бурата эти аллогаты, это кто такие? Да это никто. Какие-то очкарики там, бестолковые профессора, ненужные никому там, режиссеры, художники. Кто они такие? В смысле, сколько у них денег? Денег нет, ну и все, гуляй, Вася. Ты мне никто. Так же рассуждают. Но просто эти Бурата не понимают, что они последнее богатое поколение в их семье. И если эту систему не поменять, то другие товарищи, сопредельный государств, сделают их нищими. Очень быстро. Потому что они уничтожат государство. И вот Лукашенко сейчас как-то выгреб в Беларуси. Но это же ненадолго. Стратегии-то нет. Образа будущего нет. А кто должен дать образ будущего? Колхозник не может дать образ будущего. Он может говорить про удови крупного рогатого скота, про производство яблок, картохи, кукурузы, чего угодно. Он не может говорить про будущее. Потому что это как бы не его предназначение в этой жизни. И воин тоже не может. Воин задача как бы служить. Поэтому у них называется служба. И говорить себя честь имею. Жить так, чтобы он мог сказать честь имею. На стратегию должны определять люди из рота Аллагата. И вот наша задача я думаю в нашем поколении и вообще выживание нашего общества Осетии, России, не важно. воссоздание Дома Аллагата. А Дома Аллагата это это не люди. Ой, это не стены. Это не здания. Это люди. Это коллективное сознание определенного типа людей. И вот тогда к нам начнут прислушиваться эти Акшартагата, как это бывало и ранее. И когда они начнут прислушиваться, тогда может мы и вырулим куда-нибудь. А в противном случае Трагаши доведут наше государство, наши республики и вообще нашу территорию до краха и порабощения и развала. Это так было. Учите историю. И вы это все увидите. У меня большая просьба есть. Тема это такая какая-то обширная для меня она абсолютно понятная. Но я думаю что для многих может быть будет непонятная. Вы мне пишите вопросы в комментариях. Я на основе их буду записывать продолжение этой темы. Потому что тема фундаментальна. И на мой взгляд может быть даже основная на сегодняшний момент. Спасибо большое.